сегодня наш герой анвар байназаров звезда тайского бокса он за пять лет провел 126 профессиональных боев и установил мировой рекорд легенда буака в пор про мук признает что сегодня анвар сильнее его он дерется в самых сильных организациях мира анвар байназаров родился в 1989 году в самаркандской области в районе жамбой он был добрым тихим мальчиком и в детстве почти не дрался с 12 лет он стал заниматься тэйквондо но на тренировке смотрел несерьезно и часто пропускал занятий у анвара не было любительской карьеры он никогда ни в каких турнирах не участвовал но несмотря на это он 2007 году принимает решение улететь в таиланд чтобы стать профессиональным бойцом тайского бокса парень который в спорте ничего не добился перед собой ставит невероятно высокий цель это решение анвара мало кто поддержит даже его родители были против но он уже решил окончательно он берет долг и улетает в таиланд у анвара не было знакомых он не знал ни тайский не английский язык хотя он учился в колледже мировых языков анвар прилетев в таиланд понимает что жизнь здесь будет непростым он останется на улице ему придется спать на остановке или на окошках магазинов а что он хотел когда решил просто купить билет и улететь в таиланд но несколько дней спустя он придет мечеть на жума намаз после намаза он встретит одного узбека который поговорить с имамом мечети который разрешить анвару спать там анвар шесть дней шлялся по улицам банкока и наконец-то нашел место где может спать нормально пока он был в поисках жилья он по городу нашел несколько залов тайского бокса уточнив какой из этих залов самый дешевый он приходит на тренировку он не знал языка из-за этого не понимал что говорил тренер он в основном занимался самостоятельно смотрел на других парней учился у них через месяц после первой тренировки ему предлагают бой деньги которые предложили за бой покрывал бы половина стоимости месячной тренировки это примерно 20 долларов в наше время анвар соглашается не раздумывая он проигрывает бой но он после боя понимает что соперники не такие уж сильные как он себе представлял если хорошо тренироваться то можно их победить это было начало профессиональной карьеры анвар начал тренироваться два раза в день первое время неокрепшее тело анвара сильно болел появлялись синяки на теле а иногда по утрам он не мог подняться с постели но через какое-то время анвар привык к физическим нагрузкам и уже тренироваться было легче он возле зала арендует бамбуковый домик где была только одна маленькая комната там ничего не было пустая сырая комната говорит анвар полгода спустя у анвара закончились деньги и надо было что-то делать он покупает билет обратно в ташкент сидя в аэропорту он осознает что если улетит то он проиграет всем и главное самому себе он решается попробовать еще раз и остается в таиланде со следующего дня он начнет тренироваться по 8 часов в день у анвара нету таланта или божественной силы поэтому чтобы быть сильнее соперника ему надо работать больше всех он почти весь день проводит в зале усердно тренируется и спаррингует с любым бойцом кто ему бросит вызов у анвара денег почти не было в узбекистане у него большой долг надо платить за тренировки и надо есть что-нибудь анвар снова вернется в ринг он в первом же раунде нокаутирует соперника анвар понял что пока он не дрался и много тренировался он стал очень крепким и сильным он удары соперников почти не чувствовал и в бою совсем не устал именно с этого момента анвар начнет выступать регулярно ему нужны были деньги из-за чего он будет драться каждую неделю бой за боем он будет набирать опыта через два года анвара уже знали многие в таиланде о нем узнали когда он завоевал свой первый чемпионский титул после этого ему поступает предложение от знаменитого спортклуба тайгер муай тай в этом зале тренируются очень много знаменитых спортсменов в том числе чемпионы юфси любой боец муай тай мечтает попасть в этот клуб анвару предлагают бесплатное жилье тренировки и бесплатную питанию для справки самая дешевая тренировка в тайгер муай тай стоит 500 долларов конечно анвар принимает предложение ведь в своем старом зале он до сих пор платил за тренировку хотя в таиланде принято тренировать чемпионов бесплатно анвар прилетает в кукет в зал тайгер муай тай и приступит к тренировкам в этом клубе всегда много хороших менеджеров которые приходят на тренировку в поисках талантов увидев анвара на тренировке и в спаррингах ему сразу же предлагают сотрудничать анвара до этого много раз обманули поэтому он откажется от сотрудничества анвар скажет что примет сколько угодно боев но постоянной сотрудничества не будет у анвара нету про умотра или менеджера он сам ведет свои дела он от менеджеров принимает контракт только на один бой или на один турнир 2015 году анвару предлагают бой с легендой муай тай буака впор про муком анвар не раздумывая соглашается бой назначают на сентябрь но за два месяца до боя анвару поступает предложение от глори это лучшая организация для любого кикбоксера анвар подписывает контракт в августе 2015 года в лас-вегасе он встречается с грузинским бойцом гигачи катя анвар побеждает единогласным решением судьи после этого боя буаков отменяет бой с анваром без объяснений причин некоторое время спустя буаков в интервью объяснит причину отказа от боя я сейчас не в лучшем форме мои годы уходят появляются молодые бойцы которые одним ударом могут закончить бой анвар один из таких бойцов я видел его бой в глори он настоящий зверь я свое время доказал что я лучший а сейчас мне не чему это доказывать сказал буаков анвар без боя не остался он встретился с лучшим на тот момент бойцом и это сын чай он несколько лет на мировом рейтинге занимал первое место а буака впор промок не был даже в десятке сильнейших анвар все время шел вперед пытаясь зажать соперника в угол но сын чай грамотно уходил от атаки соперника и сам наносил одиночные и мощные удары победу раздельным решением забрал сын чай анвар получил хороший опыт и заработал неплохие деньги после этого боя анвар примет участие на на мировом гранд прием легенд в этом гранд приучаствует 64 спортсмена со всего мира этот гранд при проходит почти весь год а финал состоится в январе на этом турнире анвар как он потом заявил встретиться с украинцем игорем любченко которого боялся долго он чемпион мира я видел как он дерется на ринге я не знал что против него можно предпринять он быстрее меня выше и точнее я вышел и у меня не было никакой тактики я просто решил зарубиться попробовать сломать его жесткими ударами и это сработал я его нокаутировал сказал анвар байназаров в интервью анвар после этого боя возвращается в glory где он участвует в гранд при во франции он за два часа встретиться с двум французам 1 фаби оппинку он отправляет в глубокий нокаут а со вторым с обделахом избери он устроит мощную зарубу но проигрывает по очкам обделах становится победителем гранд при становится обязательным претендентом на титул чемпион печь панамрон киат мука на тот момент уже убрал всех претендентов и ждал следующую жертву которым станет француз обделах избери тает с очень красивым ударом отправляет французов тяжелый нокаут 1 декабря 2017 года анвар байназаров в нью-йорке встретится с американцем кевином ван настендом этот бой был за временный пояс glory анвар за 16 секунд отправляет американца в нокдаун но кевин быстро восстановится и всего через 30 секунд сам наносит тяжелый удар с колена который решит исход боя анвар был близок к титулу но пропустил тяжелый удар все надо было начать сначала ему дают реванш с французом обделахом избери второй бой тоже пройдет во франции на родине обделаха анвар понимал что бой не должен дойти до судейского решения ход и не получится закончит бой досрочно но анвар два раза отправит обделаха в нокдаун чем он крепко закрепит за собой победу эта победа дает анвару право на титульный бой 5 июля 2019 года в орландо состоится турнир glory 67 где главным событием вечера станет титульный бой между печпоном рунки от мука и анваром байназаровым молодой тайцы анвара хорошо знал и знал как его победить ему достаточно было близко не подпускать анвара что и он будет делать яркий нокаутер печпоном рунк выберет тактику выжить любой ценой эта тактика принесет ему победу анвар третий раз упустил шанс стать чемпионом но он не унывает и продолжает работать над собой анвар начал тренироваться тайским боксом в возрасте 18 лет у него не было любительской карьеры но все равно он верил что у него хоть что-то получится а получился очень многое он сегодня занимает пятое место на мировом рейтинге он становился двукратным чемпионом мира анвар в узбекистане очень популярный но и в таиланде его знают многие он заработал много денег и обеспечил семью я думаю анвар добился всего чего он хотел он сейчас семьей живет в таиланде и продолжает тренировки последний год мы про анвара мало слышали потому что он стал драться реже за два года всего четыре боя по контракту анвар не может драться в других организациях но надеемся анвар еще много раз порадует своих фанатов яркими боями недавно тайские издании снова начали писать про бой с буакалом кто знает может скоро увидим и этот бой если видео вам понравился ставьте лайки и конечно же подпишитесь на канал